Пасха – это не кулинарный праздник. В центре нашего внимания в дни празднования Воскресения Христова должны быть не куличи и яйца, но молитва и соединение со Христом. Множество жителей Омска пришло в пасхальную ночь на богослужение в Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Службу возглавил митрополит Омский Таврический Владимир. Пасхальное торжество началось с крестного хода, когда прихожане во главе со священнослужителями вышли из собора, обошли его крестным ходом и вновь вернулись к центральному входу. Здесь закрытые двери храма символизируют запечатанный гроб Господень, и владыка Владимир начинает пасхальную утренню и объявляет о воскресении Христовым словами «Христос воскресе!» На праздничной службе молились члены правительства Омской области, администрации города Омска и казачества. Трансляция пасхального богослужения стала совместным проектом Омской митрополии и 12-го телеканала. Благодаря подключению 12-го канала в сеть Триколора ТВ, его вещание распространилось от Урала до Байкала. И теперь все, кто хотел помолиться за богослужением, но не смог прийти в храм, смогли ощутить радость о воскресшем Спасителе с трансляцией пасхального богослужения из Успенского кафедрального собора города Омска. На литургии необходимая нужда каждому православному человеку. Благодать получается самая немоверная. То есть я даже знаю, каждый год, ну я уже не первый год хожу, и, конечно же, благодать чувствуется Господу Существа Христовым. Все православные говорят воистину воскресе, это возрождение души каждого человека. За время пения пасхального канона на утренний митрополит Владимир переоблачился в богослужебное облачение разных цветов. Поскольку каждому церковному празднику присущ определенный цвет одежды, то здесь это действие символизирует, что Пасха является праздником праздников и торжеством из торжеств. По окончании богослужения его высокопреосвященство обратился к пастре с архипастерским словом. В жизни у каждого из нас бывает много радости. А чтобы вот была такая общая радость, как у нас сегодня в день Святой Пасхи, когда воскрес наш Господь Иисус Христос. Потому что мы знаем, что раз Он воскрес, придет время, когда и мы тоже воскреснем. Будем мы в жизни в вечном месте с Ним или будем в аду. Зависит от каждого из нас, как мы будем здесь проводить жизнь. Затем владыка Владимир прочитал молитву на освящение пасхальных куличей и яиц и окропил их святой водой.